Всем привет! Nissan Qashqai второго поколения сначала приезжал к нашим официальным дилерам из Англии, а затем его сборка была налажена под Питером. Немало таких бэушных машин были завезены из Европы. Эта модель Nissan пользуется популярностью, так как она надежная. Если Nissan Qashqai ломается, то по-крупному. В основном это касается двухпедальных версий. И то, если владелец не обращает внимание на некоторые симптомы. Об этом и многом другом сегодня. Итак, встречаем Nissan Qashqai второго поколения. В кузову Qashqai одно замечание – слой краски тоненький и легко оббивается камушками. Но сколы краски не ржавеют. Есть замечание – крыша, как и во многих автомобилях, защищена от коррозии только слоем краски. Поэтому здесь сколы рыжеют и вспучиваются. В основном это касается кромки крыши над лобовым стеклом. Кстати, обращайте внимание на стыки герметика между кузовными панелями. Такие стыки есть в проеме багажной двери. Если здесь треснул герметик, то это значит, что Qashqai парковали на высоких бордюрах, либо же выгуливали по-серьезному бездорожью. Свет галогеновых фар откровенно слабый, а в бачке для омывающей жидкости нет никакого датчика, поэтому можно остаться без этой самой жидкости в самый неподходящий момент. Кстати, омыватель фар у Qashqai работает только при включенных фарах. Это снижает расход омывайки днем. Что можно сказать про салон Nissan Qashqai 2-го поколения? Выглядит неплохо, сделан недорого, но долговечно. В зависимости от климата тут встречается забавная ситуация. Намокает обивка потолка, и вода начинает сочиться из-под солнцезащитных козырьков. Дело в том, что там под обивкой есть поролон, который впитывает сконденсированную влагу, она там накапливается, а затем по весне все это начинает таять и течь. А вот если намокает обивка потолка над багажником, то значит там оторвалась трубка, которая идет к заднему стеклоомывателю. Эта трубка находится под крышей. Ограничители дверей служат более 150 тысяч километров. Если не хотите столкнуться с их износом и скрипом, то надо смазать вот эту тягу. Бывают случаи помутнения пластика в колодцах приборов, а также бывают случаи, что рвутся нити подогрева, и приходится снимать кресло, снимать обивку сидений, чтобы устранить обрыв. Ну а теперь про двигатели. Во втором поколении Nissan Qashqai стал доступен с 1,2-литровым турбомотором. И до 2016 года у этого мотора была проблемка с жором масла. А все почему? А все потому, что инженеры неправильно подобрали для этого двигателя поршневые кольца. И еще была проблема, что картерные газы пробивались наверх через компрессионные и маслосъемные кольца. Прошивку ЭБУ изменяли, а если мотор после этого продолжал жрать масло литрами, то меняли целиком двигатель. Еще дилеры меняли поршневые кольца, но никакого толку от этого не было. Ну, в целом, на сегодняшний день две трети этих моторов не потребляют масла, но максимум один литр между заменами, то есть раз в восемь тысяч километров. Цепь ГРМ этого двигателя служит 90 тысяч километров. Затем растягивается, начинает греметь. Появляются ошибки по регулированию фаз. Так вот, откладывать замену не стоит, потому что она может легко перескочить. А вместе с заменой цепи ГРМ надо еще поменять цепь, которая приводит маслонасос. Она тоже растягивается и начинает греметь не меньше цепи ГРМ. Система непосредственного впрыска особыми неприятностями не отмечена, но бывают случаи утечки бензина в двигатель через ТНВД с увеличением объема масла. Также датчик давления топлива может выйти из строя, это отразится на динамике, либо же двигатель вообще не будет запускаться из-за перелива топлива. Большинство Qashqai второго поколения были проданы с двухлитровым бензиновым атмосферником. Это мотор новой школы. У него алюминиевый блок цилиндров, нигильзованный, два фазовращателя, цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторов нет и непосредственный впрыск. Если вы будете заливать качественное масло вязкостью V30 либо более жидкое V20, то никаких проблем, никакого жора масла не будет, хотя цепь ГРМ зашелестит уже к пробегу в 150 тысяч километров. А при замене иридиевых свечей зажигания новые надо закручивать с усилием 20 Нм и не более, потому что ГБЦ может запросто треснуть по перетянутому гнезду свечи зажигания. Свечи нужно проверять и менять, если появились подергивания в работе двигателя, ну и если появились, естественно, пропуски зажигания. В целом же двухлитровый атмосферник пробегает 300 тысяч километров без каких-либо дорогих и особых проблем. Да, непосредственный впрыск не позволяет туда заливать абы какой бензин. Ну, туда это имеется в виду в бак. Но в целом с этим особых проблем нет. Кстати, почти на всех Qashqai с этим двигателем отломаны штатные ушки, которые держат половинки воздуховода. Одна клипса находится на воздуховоде сразу позади передней левой фары, а вторая на коробе фильтра. Так вот, эти ушки ломаются при первой замене воздушного фильтра. Вместо них используют разные вещи, от хомутов до металлических скоб для коробов фильтров. Qashqai второго поколения получил новый турбодизель объемом 1,6 литра от компании Renault. В отличие от двигателя 1,5 литра той же компании, у этого двигателя цепной привод ГРМ. Правда, цепь ГРМ ходит примерно 150 тысяч километров. Зато блок цилиндров чугунный. Не можем не отметить, что чугунный блок слабоват и до 2019 года может треснуть. Тогда либо масло начнет попадать в антифриз, либо это все потечет наружу. Но покупатели и владельцев Qashqai можем успокоить. Случаев трещин блоков цилиндров на дизеле именно на кроссовере не было. Ну а в основном 1,6 DCI – это надежный в современном понимании дизель. Служит долго. Все двухпедальные Qashqai второго поколения оснащены вариаторами. Даже полноприводные версии оснащены вариаторами. Итак, поехали. Самый слабенький вариатор GF015E достался Qashqai с мотором 1,2 турбобензиновому. Так вот, эта беступенчатая трансмиссия сложная. В ее конструкции даже есть планетарный редуктор, который фактически обеспечивает две ступени переднего хода. Его внедрение понадобилось для увеличения диапазона передаточных чисел, чтобы его толкательный ремень не работал по краям конусов. На практике этот вариатор выхаживает 100 тысяч километров и отправляется на ремонт из-за разрушения подшипников входного вала. Этот подшипник начинает стругать стружку. Стружка попадает в регулирующий клапан маслонасоса, в гидроблок, в его золотниковые клапаны. В общем, если запустить этот момент, то тогда вариатор GF015E буквально саморазрушится. Даже в корпусе может появиться выработка из-за люфта входного вала. Вообще при покупке машины с таким вариатором стоит снять поддон и проверить, не собралась ли там стружка. Если отдать этот вариатор на этапе первоначального износа подшипников входного вала, то можно отделаться заменой подшипников входного вала, инспекции масляных каналов и заменой регулятора маслонасоса. В худшем случае это замена вариатора и ожидание повторения этой же ситуации. С двухлитровыми атмосферными двигателями и с турбодизелем 1.6 DCE используются другие вариаторы 0.16E и 0.17E. То есть это его усиленная версия. В отличие от 0.15 вариаторов там нет таких страшилок. То есть при нормальном обслуживании и плавном педалировании без резких стартов эти вариаторы пройдут и 300 тысяч километров. Главное, меняйте в них вариаторную жидкость каждые 40 тысяч километров, потому что зазоры в золотниках гидроблока минимальные и продукты износа вариатора нарушают их подвижность. После этого исчезает беступенчатая плавность хода. Для заправки во все три перечисленных вариатора используется фирменная жидкость NS3, которая 50 долларов за литр, либо же многочисленные аналоги, которые в два, а то и в четыре раза дешевле. Достаточно делать частичную замену, на нее уходит 4 литра жидкости. Также надо поменять фильтр тонкой очистки и его прокладку. Фильтры для вариаторов GF015E, GF016E и GF017E хоть и взаимозаменяемые, но по факту разные. Очень советуют во время частичной замены масла снимать поддон и вычищать его. Заодно посмотреть, не наловили ли магниты стружки. В поддоне под гидроблоком располагается фильтр грубой очистки. На «Кашкай» в зависимости от года выпуска они бывают двух модификаций. То есть до декабря 2015 года одна модификация, после 2015 года декабря вторая модификация. В общем, эти фильтры надо менять раз в 2-3 частичные замены. Поддоны нужно устанавливать на новые прокладки, а болты затягивать в нужном порядке и с правильным усилием, а не «абы как». И еще некоторые владельцы меняют вариаторную жидкость методом прокачки, то есть замещением. И пока эта жидкость не посветлеет. Это решать вам, потому что на такую замену уходит в два раза больше жидкости. Ну а теперь мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что помимо очень качественных БУ запчастей, в «АвтоСтронг-е» есть абсолютно новые запчасти, а также в «АвтоСтронг-е» есть подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. В идеальном состоянии нужен байк обязательно в «АвтоСтронг-е». Ссылочки оставил в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Вентилятор радиатора у Кашкаев не особо долговечен. Служит примерно 100 тысяч километров. У его вала нет никаких подшипников. Вал вращается на втулке. Эта втулка изнашивается, и тогда крыльчатка перекрашивается и начинает вращаться с вибрациями и биением. То есть появляется люфт. Новый вентилятор стоит 400 долларов. Заменители в 2-3 раза дешевле. На Кашкаях второго поколения частенько появляется стук в рулевой рейке, а причина – износ опорной втулки. Так вот, эта втулка находится справа, и ее можно снять. Просто приподняв автомобиль, вывернув колеса влево, сняв правую рулевую тягу, можно доставать втулку и менять ее на ремонтную. Ремонтные втулки выпускают некоторые местные производители. Так вот, диаметр втулок у английских Кашкаев и у питерских разные – 28 и 26 мм соответственно. У нас автомобиль переднеприводный, но расскажем вкратце про полный привод. Ну, про полный привод рассказывать практически нечего, потому что угловой редуктор надежный, никаких проблем с ним нет. Также надежная электромагнитная муфта подключения задней оси тоже никаких проблем нет. Хотелось бы отметить, как уже мы раньше сказали, что вариант полного привода здесь доступен только с двухлитровым бензиновым мотором и вариатором. Вариантов с МКПП нет совсем. Поэтому, если вас занесло на бездорожье, то проходите препятствия ходом, потому что электроника бережет вариатор, и езда в натяг здесь невозможно, ну, можно сказать, совсем. Еще следите за пыльниками полуосей, так как они нередко трескаются после зимы. Ступичные подшипники дорогущие, потому что они неотделимы от ступиц. Оригинал – 250 долларов, ходят примерно 100 тысяч километров. Ну, а неоригинал в среднем стоит где-то 100 долларов. Передние рычаги стоек Макферсона продаются по оригиналу только в сборе. Стоимость – 120 долларов за штуку, но, в принципе, не так-то и дорого за оригинал. Но можно купить два сайлентблока и шаровую неоригинальную и потратить на это примерно 30-40 долларов, плюс заплатить за работу по перепрессовке. Оригинальные рулевые наконечники выхаживают примерно 70 тысяч километров, стоят до 100 долларов. Хорошие заменители – 20-30 долларов. Стойки стабилизатора выхаживают столько же, но стоят примерно 30 долларов. Передние амортизаторы сдаются, да и задние сдаются на рубеже, наверное, 120 тысяч километров. Передние оригинальные стоят 170 долларов, задние – по 85. Задняя подвеска у большинства Qashqai независимая. Зависимая встречается только на переднеприводных экземплярах английской сборки. Так вот, зависимые по четыре рычага на каждое колесо плюс торсионная балка. Это все не требует внимания до пробега в 250 тысяч километров. Оригинальных сайлентблоков для подвесок не предлагается вообще. Оригинальные рычаги для многорычажки стоят от 120 до 300 долларов, а сайлентблоки неоригинальных подвесками от 5 до 20 долларов. Очень многие владельцы Qashqai довольны этим автомобилем, ведь на самом деле опасность для кошелька представляют только вариаторы, особенно самый младший, который работает с версией двигателя 1.2 turbo, бензиновым. А вот если внимательно прислушиваться к вариаторам, который работает в паре с 2-литровым бензиновым атмосферным двигателем и с 1,6-литровым турбодизелем, то дорогих поломок можно избежать. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда было, есть и будет компания «АвтоСтронг».